Чиновники администрации Владимирской области срывают сроки выполнения поручения президента по результатам прямой линии. Это вывод общественной комиссии по здравоохранению города Струнино. Того самого, чьи жители пожаловались главе государства на закрытие местной больницы. Главврач, который боролся за ее сохранение, получил уведомление об увольнении. Денег на строительство поликлиники в бюджете не оказалось. И хотя это событие последних дней, новый губернатор ссылается на предшественницу. Александр Карпов разбирался в ситуации. Весть о закрытии основных отделений больницы в Струнино переполошила пациентов сразу из нескольких районов Владимирской области. Закроют. Что нам делать тогда? Куда? В Александров все. Не только наши струнинские лежат, Карабановские, Балакирские приезжают, лежат. Народу очень много у нас. В принципе, как это просто взять и закрыть? Жители Струнино уже жаловались на уничтожение больницы под видом реорганизации президенту. В июне в ходе прямой линии Владимир Путин тогда дал поручение администрации Владимирской области провести в больнице капитальный ремонт и оснастить новейшим оборудованием до 31 декабря. Указ президента для наших властей не указ. И я думаю, что они не смогут до 31 декабря отчитаться перед президентом. А оснащение больницы новейшей аппаратурой? Ни одной единицы оборудования. Есть только полтора землекопа и вяло текущий ремонт в двух отделениях. Палаты терапевтического корпуса напоминают руины. Стены в дырах, штукатурка осыпается пластами. А это детское отделение официально до сих пор числится действующим. Но находиться здесь пациентам просто опасно для жизни. Ликвидированы роддом, детское отделение, туберкулезное отделение и хирургическое. Последними пали пищеблок и прачечная. Вот они. Теперь бельё отсюда возят стирать аж за 230 километров в город Ковров. И всё это называется модным словом «оптимизация». Но в областном департаменте здравоохранения и в ус не дуют. На сегодняшний день все запланированные ремонтные работы на 2018 год идут в срок и будут закончены до конца года. Это единственное отделение дерматологическое, которое отремонтировано и будет сдаваться в срок. Но департамент здравоохранения решил её закрыть и перевести сюда терапию, а в терапию перевести поликлинику взрослую. То есть какая-то бессмыслица. Бессмыслица. За то, что мы боролись и то, чтобы не закрыть. Однако губернатор Владимир Сипягин делает вид, что всё это его не касается. Почему предлагается вашими подчинёнными именно тот вариант, против которого и возмутилась общественность? Жалоба на прямую лень президенту Путина была задолго-задолго до того, как я стал губернатором. Предыдущий губернатор Светлана Орлова, говорят в общественной комиссии, обещала, что для поликлиники построят новое здание, на что Минздрав готов выделить 100 миллионов рублей. Нам известно, что деньги были перечислены. Но вы знаете, о том, что обещала бывший губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова, я вам предлагаю спросить у неё. Зато административные репрессии последовали незамедлительно. Олег Аристархов, руководивший больницей в Струнино более 16 лет, получил письмо об увольнении. Занимаем вашу штатную должность. Заместитель главного врача по Струнинской городской больнице сокращается. И предлагают вот тут вакансии. Делал производитель, например, там со ставкой 1343 рубля. Мы считаем, что вот это сокращение главного врача является следствием того, что мы обратились к Путину на прямую линию. Саму же больницу практически перестали снабжать. Всё от таблеток до шприцев пациенты теперь покупают сами. Там не оказалось ни лекарств, ни капельницы. Я пенсионер. Мне пришлось за свои деньги на 4000 купить лекарства. Но даже об этом губернатор Сипягин услышал только от нашей съёмочной группы. Обещал взять наличный контроль. Уж и непонятно, к добру ли это. Александр Карпов, Михаил Девяткин, Олег Дубинин, Вести.